Молодежное движение ВАО на Смоленской АЭС На плановом совещании с руководителями подразделений о техническом состоянии доложил главный инженер станции Алексей Лещенко. «Три энергоблока в работе. Суммарная нагрузка на 6 часов составляла 3142 мегаватта». Директор станции Павел Лубенский сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». «В работе 36 энергоблока, в ремонте 1. Фактическая мощность 28 786 мегаватт, что составляет 101% по заданию ФАС». На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3166 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За 11 дней января энергоблоками Смоленской АЭС выработано 625 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В конце года состоялась итоговая встреча директора станции Павла Лубенского и молодёжного движения ВАО. Значимость работы команды наших представителей ВАО высоко оценили на предприятии, а также в концерне «Росэнергоатом» и Московском центре Всемирной ассоциации. Ячейку нашей станции ставят в пример на других площадках. О её активности и востребованности говорили, подводя итоги успехов 2021 года. Для нашего молодёжного движения год был полон событий из календаря Всемирной ассоциации. Они оказали практическую помощь атомной станции, участвовали в рабочих группах при подготовке к партнёрской проверке, анализировали рекомендации, а во время проверки наши представители выполняли роли наблюдателей. Некоторые выступили экспертами в партнёрских проверках на других площадках. Ребята инициировали ряд проектов для развития своих компетенций, изучали новые технологии, опыт подразделений, занимались профориентацией школьников. Итоги взаимодействия с подрядными организациями в 2021 году обсуждались на совещании по охране труда, проходившем на Смоленской АЭС в конце декабря. В нём приняли участие более 20 представителей организаций. На совещании состоялся обмен опытом решения общих задач по обеспечению безопасности и охраны труда при проведении ремонтов на Смоленской атомной электростанции. Также был представлен статистический срез по таким показателям безопасности, как производственный травматизм, функционирование системы индивидуальной ответственности, выявленных опасных действиях и микротравм. Такие встречи дают возможность обсудить в режиме реального времени имеющиеся производственные вопросы, обменяться опытом в вопросах соблюдения требований охраны труда, обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты. 31 декабря в городе прошёл новогодний костюмированный забег и праздничный велопробег. Спортсмены и любители активного образа жизни объединились в команду для поднятия настроения и закалки спортивного духа в новом году. Мы ежегодно проводим такое забег, обещание, забег Дедов Морозов накануне Нового года для приобщения спортсменов и новых людей к нам в массу, в наше беговое сообщество. Традиции всегда выбегают в костюмах Деда Мороза, Снегурочек и, соответственно, я тоже решила приобщиться. Бег помогает всегда держать себя в форме, в тонусе. В очередной раз проходит новогодний костюмированный велопробег Дедов Морозов. И сегодня мы заканчиваем велосипедный год 2021 года. Весёлое настроение. Деды Морозы на велосипедах катаются, бегают, дарят всем хорошее настроение. Конфеты, мандарины, пару слов о тех, кто спонсирует это всё. Это, конечно, Смоленская атомная станция с профсоюзом. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова